Добрый вечер. Добрый вечер, да. Традиционный пятничный стрим. На прямой связи с нами сейчас Сергей Алексашенко из Вашингтона выходит с нами на связь. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Какая обстановка в Вашингтоне и что говорят там в связи с теми протестами, которые мы, конечно, здесь наблюдаем через соцсети, по телевидению или через средства массовой информации? Что на самом деле? Ну, на самом деле, я бы сказал, что с одной стороны протесты успокаиваются. Последняя ночь была достаточно спокойной. В большинстве городов Америки не было никаких ночных столкновений с полицией. Ну, в общем, как-то похоже, что вот этот вот ажиотаж, не знаю, как правильно назвать, азарт, повышенная энергия, они закончились с обеих сторон. С одной стороны, люди, видимо, поняли, что уже хватит. С другой стороны, более жесткое использование армии, национальной гвардии, полиции привело к тому, что, ну, в общем, как-то все, да, хватит, надоело. Вот, с другой стороны, надо сразу сказать, что не нужно думать, что вот, условно говоря, весь город Вашингтон, он весь покрыт протестами и что здесь там днем и ночью только люди делают, что протестуют, стоят на улицах с плакатами или ночью ходят, бьют в витрины магазинов, поджигают полицейские машины и так далее. В основном протесты, ну, во всех, опять во всех городах, да, они локализованы, они бывают в нескольких местах, там, в городах два-три-четыре места, вот, но по ночам, особенно, когда шли такие бурные акты проявления недовольства, ну, или вандализма, или желание пограбить просто магазины, поживиться, вот, конечно, вот эти толпы разбредались в разные стороны, прятались от полиции, полиция не всегда успевала на них это отреагировать. Но, в целом, жизнь в Вашингтоне достаточно спокойная, размеренная, и я не могу сказать, что вот, ну, мы, понятно, что условия карантина, они еще в какой-то мере сохраняются, хотя основные ограничения были сняты, но я не могу сказать, что это как-то всерьез нарушило все эти протесты, нормальный ритм жизни в большей части города. Кто сегодня принимает участие в массовых беспорядках, потому что помимо тех людей, мы понимаем, которые выступают против расизма, подключились и те, кто идет со своей какой-то идеей, может быть, даже просто подключились, как вот, скажем так, за компанию в данном случае к мародерству. Кто сегодня участвует в протестах? Ну, давайте начнем с того, что основная масса протестующих и основное количество протестующих, основные лозунги, они связаны с желанием американского общества, ну, как-то ограничить произвол полиции. Потому что все-таки во многих штатах, во многих городах полиция частенько, не скажу часто, не скажу каждый день, но частенько действует с повышенной жесткостью, если не сказать жестокостью, и, ну, так получается, да, что страдают афроамериканцы непропорционально больше, к ним полиция проявляет большую жестокость. Вот, и это является основными лозунгами протеста, и он собирает и молодежь, он собирает и афроамериканцев, он собирает и белых молодых ребят, вот, и надо сказать, что эта часть протестующих, выступающая за равноправие, она, ну, за равенство всех перед законом, так скажем, она, на самом деле, основная, и она достаточно мирная. То есть без особого желания они, ну, то есть как-то люди не проявляют особой агрессии, не желают конфликтовать с полицией, хотя, надо сказать, что за неделю почти волнении протестов было несколько стычек, но, знаете, и не всегда можно понять, кто являлся их инициатором. То ли полиция, да, то ли там была какая-то провокация, ну, в общем, короче говоря, вот несколько раз полиция проявляла жесткость, но, как правило, вот эти дневные акции протеста, они мирные. Есть подозрение, есть подозрение, что вот эти дневные акции протеста, основанные на первой поправке к американской конституции свободе слова, они в том числе выражают некое такое, я бы сказал, глубинное классовое расслоение Америки, ну, или противостояние очень бедных и очень богатых, ну, или просто бедных и очень богатых. Вот, а есть ночные протесты, есть ночные протесты, которые, ну, или перерастающие в агрессию, перерастающие в вандализм, и здесь уже в основном состав участников другой, кто-то остается из протестующих, из тех, кто протестовал днем, люди, которые считают, что, в общем, комендантский час – это ограничение свободы слова, но, как правило, состав протестующих меняется, приходят люди, опять молодые ребята, в основном, да, но уже так одетые, соответственно, в худи, да, с капюшонами на голове, с запасами в рюкзаках, там, воды, платков и так далее, и они ведут себя более агрессивно, они ведут себя более организованно, и, ну, знаете, как вот, ты сильно на грубость нарываешься, да, они в какой-то мере, можно сказать, частенько провоцируют полицию на более жесткие действия. Ну, и внутри них есть вот люди, которые желают просто, что называется, выяснить отношения с полицией, показать, кто сильнее и кто позади ристи, ну, и, откровенно говоря, есть грабители, вандалы, да, которые хотят в этой ситуации поживиться, вот, побить в витрины магазинов и, глядишь, а тут что-нибудь и украсть. Да, пожалуйста. Роль Дональда Трампа в этой истории, потому что мы читали его твит, и есть мнение, что как раз его твиты и провоцировали людей на беспорядки, вот, как вы считаете, какова роль президента США? Ну, я бы не стал говорить, что его твиты Дональда Трампа уж прямо провоцировали людей на беспорядки, вот, конечно, у него есть большое количество сторонников, у него есть большое количество подписчиков на его твиттер, вот, но мне кажется, что он, ну, в отличие от такого, скажем, мудрого политика, которого хотели бы сейчас многие американцы видеть во главе страны, который мог бы, ну, что называется, сближать позиции сторон и смягчать противостояние, он, наоборот, его, ну, что называется, раной солью посыпал, с тем, чтобы раздор между полицией, между органами правопорядка и протестующими, вот, что этот раздор нарастал, и чтобы противостояние ожесточалось. Он призывал к применению силы, он говорил, что там надо и собак использовать, и стрелять надо. Ну, то есть, в общем, понятно, что вместо того, чтобы как-то сглаживать ситуацию и примерять американцев, он пытался вбить клин раздора, но нужно хорошо понимать, что Дональд Трамп и все его сегодняшние помыслы, они устремлены в первую очередь на 3 ноября, на день выборов, и все, что бы он ни делал сегодня, он делает с прицелом на выборы, как это будет воспринято его избирателям, а он относится к политикам, которые очень хорошо понимают, что есть большое число американцев, которые за него не пойдут голосовать никогда. И он не собирается тратить время на то, чтобы переубеждать их. Он не собирается объяснять им, что вот я хороший, вы посмотрите, я могу так, я могу сяк. Он работает со своими электоратами, с людьми, которые готовы его поддерживать, и его задача сделать так, чтобы они все пришли, ну, больше, как можно больше его сторонников пришли на выборы. Поэтому вот его жесткая позиция, это та позиция, которая востребована определенной частью американцев. Как происходящее может сказаться на предвыборной кампании Трампа? Какие могут быть последствия от этого? Пока, судя по всем вопросам, которые, ну, опять, смотрите, это прошло неделя, и, в общем, опросов пока не очень много, потому что их обработка занимает там 2-3 дня. Пока эксперты говорят, что вот такая же сверх жесткая позиция президента США, и особенно его, ну, скажем так, не его, это был не его приказ, это был приказ генерального прокурора Бара, использовав сельсотачивый газ и дубинки для разгона мирных протестующих днем, когда президент вот вдруг прямо, что называется, среди рабочего дня захотелось пройти к церкви, которая расположена в 300 метрах от Белого дома, вот это все подорвало его, ну, скажем, подорвало громкое слово, наверное, потревожило его электоральные шансы, и рейтинг его поддержки, сравнительный рейтинг с Джо Байденом, он немножечко снизился, да, скажем так, что вот первые результаты опросов говорят о том, что конкурентная позиция президента Трампа к выборам, она немножечко ухудшилась, но до выборов все-таки не надо забывать, еще там у нас 5 месяцев, да, поэтому, в общем, как-то ситуация может и измениться в любую сторону. Можно ли сравнить действия американских полицейских с российскими правоохранителями, на митингах я имею в виду, в рамках там разгона, беспорядков и так далее, и в чью пользу может быть это сравнение, если говорить о жесткости разгона? Ну, по степени жесткости российский ОМОН, конечно, даст 100 очков форы американским полицейским, российские полицейские ОМОНовцы на Росгвардии действуют гораздо более жестче, гораздо более циничнее, в общем, не стесняются в чрезвычайном использовании силы, готовы избивать людей под камеры и в кровь, ломать руки-ноги и, в общем, хватать людей всех подряд. И самое главное, что, ну, российские полицейские, ну, так их обобщая называют, да, силовики, они очень хорошо понимают, что, во-первых, они совершенно безнаказны, что им за это ничего не будет, как бы они ни поступали, что бы они ни сделали, а второе, они очень хорошо понимают, что суд будет на их стороне, да, что вот, ну, там всех, что называется, всех не пересудите, вот, но всех, на кого они покажут пальцем, всех посадят за решетку, ну, на какое-то количество дней, ну, или как минимум выпишут огромные штрафы. В Америке это далеко не так. Любое чрезвычайное применение силы американскими полицейскими, опять вот в широком смысле слова, которое удается зафиксировать на видео, которое попадает в социальные сети, когда избивают там лежащего человека, избивают беззащитного человека, хватают старика, там, 75-летнего, идущего на улицу, толкают его, что он падает, разбивают все голову. Вот очень часто, ну, как минимум, полицейских сразу же отстраняют от работы, и начинается разборка. И несмотря на то, что, скажем, число задержанных во время ночных протестов иногда превышало несколько сотен человек, как правило, там, большинство из них, там, больше 90% к утру отпускали без составления каких-либо протоколов, потому что прокуроры заявляли о том, что вот с тем материалом, с теми, с той фактурой обвинения, с теми доказательствами, которые есть у полицейских, прокуроры в суд идти не готовы. То есть они понимают, что в суде они не выстоят, и людей, задержанных людей, ну, собственно говоря, суд их оправдает, освободит. Ну, а никакому прокурору не хочется иметь проигранное дело в суде. Вот, поэтому, конечно, по степени жесткости, по степени цинизма, по степени наглости, ну, российские силовики, они в гораздо более выигрышной ситуации, их позиция намного сильнее. Что касается российского следа, потому что некоторые американские эксперты, в частности, работавшие с Бараком Обамой, в его администрации высказали предположение, что Россия приложила к этому руку непрямо, возможно, косвенно, через социальные сети, в том числе в интернете. Сейчас можно увидеть фотографию одного из полицейских, в которого татуировка, и там написано «Россия». Что слышно об этом, и действительно ли Россия пыталась каким-то образом использовать эту ситуацию? Ну, честно говоря, я не могу сказать, что это идея, что этот тезис получил какое-то широкое распространение. Мне кажется, что желание найти российский след в действиях своего соперника, оно присутствует с обеих сторон, как у республиканцев, так и у демократов. И при малейшей возможности, ну, это очень популярный лозунг, да, это российский след, корейский след, китайский след, иранский след. Но российский, конечно, самый такой эффективный, потому что после выборов 2016 года как-то убедились, ну, было большое количество доказательств того, что российские спецслужбы, российские информационные службы вмешивались в американские дела, в американские внутренние процессы, и играли какую-то роль. Не очень понятно, какую, не очень понятно, насколько большим или маленьким оказался эффект от их действий, да, но, тем не менее, было понятно, что Россия приложила свою руку. Сейчас, я думаю, что эти слухи, как говорится, немножечко преувеличены. Ну, во-первых, в отличие от выборов 2016 года, о которых было известно, когда они состоятся, там все шло по плану, по графику, и была предвыборная кампания, там, сначала на уровне праймерис, потом на уровне борьбы Хиллари Клинтона и Дональда Трампа, ну, собственно говоря, понятно было, на чьей стороне воевать, и можно было ко всему чему-то подготовиться. То здесь эти протесты возникли достаточно стихийно, ну, никто их не ожидал, никто их не готовил, никакого плана графика не было. В каких городах будут вспыхивать протесты, волнения, не знаю, в каких городах агрессии будут выплескиваться на улице в ночное время, конечно, здесь, ну, никто не мог ничего предсказать. Поэтому я думаю, вот в такой ситуации, когда что-то случается мгновенно, ну, я плохо понимаю, как там информационная машина пропаганды может что-то такое подсыпать, вот перчика сюда, или там бензина подлить в костер. Мне кажется, просто реагировать на это не успевают, потому что ты сегодня получаешь сообщение о том, что в городе А ночью произошли волнения, ты там тратишь какие-то ресурсы на то, чтобы в городе А в социальных сетях что-то написать, а на следующую ночь там ничего не происходит. И там был подписан договор о том, ну, соглашение между гражданским обществом и полицией местной, что полицейские должны отвечать перед законом наравне со всеми, жители улицы, жители города и полицейские выходят на улицы и пляшут вместе, как было там в городе Линкольн, штат Небраска, например. Да, это ролик обошел там весь интернет. Поэтому мне кажется, что, конечно, русский след, но это так, для совсем глупых зрителей. Если перейти к российской действительности, то вот сегодня СМИ российские трубят о том, что произошел арест Николая Платошкина, лидера движения «За новый социализм», который высказывал свои президентские амбиции, и вот как раз собирался идти на выборы, и вот сейчас, по всей видимости, он заключен под домашний арест. Слышали что-то об этой истории? Ну, послушайте, то, что в России кого-то арестовали, мне кажется, что это вообще не новость. В России аресты идут каждый день, политические аресты, когда арестовывают людей за желание заниматься политической деятельностью, за высказывание своих политических взглядов. Ну, честно говоря, вот до всей этой истории с арестом Платошкина, я его фамилии не слышал, и для меня, например, гораздо более значимым и важным являются вот эти массовые, не массовые, серийные аресты журналистов, выходящих на одиночные пикеты в городе Москве. Да, когда вот полиция арестовывает там всех подряд, что называется конвейерным методом и журналистов, и там муниципальных депутатов, и городских депутатов, вот именно за проявление свободы слова, за одиночный пикет, который разрешен Конституцией напрямую, который не касается никакие законодательные ограничения, и решение суда гласит, что одиночный пикет является массовым мероприятием. Ну, вот, скажем, с точки зрения общей ситуации в России, это гораздо более тревожное явление, но, завершая, наверное, разговор о Платошке, мне надо сказать, что в России количество политических заключенных растет с каждым годом, и буквально на днях была опубликована статистика, что по сравнению с 2016 годом в два с лишним раза выросло их число. И оно уже исчисляется, не знаю, там сотнями, и превышает количество политических заключенных в Советском Союзе, начиная с середины 70-х годов. То есть, это процессы продолжают, причем люди, которые действительно сидят в тюрьме по обвинениям, связанным с их политической деятельностью. Что касается Конституции, голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Как вам кажется, какая может быть явка? Администрация Путина сказала, что они хотят явку 60% и голосование... Нет, хотят явку выше 50% и 60% за Конституцию. Я думаю, что вам огласили данные итогового протокола, но с точностью до нескольких процентов. Собственно говоря, вот в тех условиях, которые объявлены, в каких условиях будет проводиться голосование, по каким правилам посчитать явку будет совершенно невозможно, проконтролировать явку и волеизъявления избирателей будет совершенно невозможно. И мне кажется, что правда уже не очень важно, сколько людей выйдет на избирательные участки. Если озвучена задача явка 50+, значит явка будет выше 50%. Сколько? 52, 57, 64. В конце концов, какая разница? Итоговый протокол уже известен. Результат этого волеизъявления народа... Народ уже изъявил, сидящий в Кремле, он уже изъявил свое желание сидеть там вечно. Поэтому результат известен. Идти надо, как вы считаете, все-таки? И голосовать. Еще раз. Нужно ли идти и голосовать? Послушайте, вот здесь... Знаете, вот бывают ситуации, когда нет хорошего решения, нет хорошего совета. Вот совершенно очевидно, что все, что связано с этим голосованием, это фальсификация. То есть она к голосованию, к выборам, к референдуму не имеет никакого отношения. То есть вот все, что можно было сделать для того, чтобы общество не могло проконтролировать голосование, там вот изъявление воли избирателей сделано. Соответственно, вот убедить кого бы то ни было в том, что голосование, в ходе голосования не будет фальсификации, что каждый голос будет посчитан, и каждый голос будет посчитан правильно, тоже невозможно. И, собственно говоря, как я уже сказал, итоговый протокол в Кремле уже, скорее всего, напечатан. Вот в этой ситуации, ну, идти на выборы, ну, извините, идти на это всенародное голосование достаточно бессмысленно. Да, потому вот вообще, вы ни на что не можете повлиять. Вы не можете даже повлиять на то, чтобы у вас голос учли там, где надо. Вот, с другой стороны, да, я считаю, что вот на этом референдуме, на этом голосовании стоит вопрос. Вы хотите, чтобы Путин сидел еще 12 лет в своем кресле, или нет? Вот я для себя решил, да, что я этого не хочу. Поэтому я пойду и электронным способом, да, проголосую, что я этого не хочу. Сказать, что вот это правильное решение, а там не участвовать в голосовании неправильно, я не могу, да, потому что я понимаю, что там вот это мое решение, то, как я там проголосую, это вот для меня лично считаю, для себя лично я считаю это правильным, да, чтобы моя совесть была чиста. Меня спрашивают, ты хочешь, чтобы Путин оставался в Кремле еще 12 лет? Я говорю, нет, не хочу. Вот я об этом прямо хочу и заявить. Другие люди, они могут говорить о других взглядах, у них свои аргументы, я к ним с уважением отношусь, но моя позиция такая. Наши зрители задают вам вопросы в чате, пишите, кстати, их, пока Сергей Алексашенко с нами на прямой связи, задают вопросы в большей степени экономического характера. Ну вот я хочу вас спросить, в начале, когда только началась пандемия, была она объявлена, вы сказали о том, что последствия кризиса, который нас ждет, вы назвали его глубоким, даже сравнили с Великой депрессией, и сказали, что последствия нам еще всем предстоит ощутить. Вот что касается ситуации сейчас, когда в многих странах уже открываются границы, снимается чрезвычайная ситуация, например, у нас в Латвии 9 числа она будет обменена. Какой прогноз можно сделать? Вы знаете, можно сказать только, прогноз только следующий, что, скорее всего, большинство стран, ну или, скажем так, стран, развитых стран, они прошли нижнюю точку падения, поскольку снятие карантинных ограничений в разной мере дает простор для экономической активности. Понятно, что в этой ситуации экономика, что называется, упала, ударилась о дно и отскочила. Насколько сильно она отскочила, мы пока понять не можем. Все прогнозы на сегодня говорят о том, ну, скажем, прогнозы Европейского Центрального Банка, прогнозы Американской Федеральной Резервной Системы, они говорят о том, что, скорее всего, до кризисного уровня экономики достигнут в начале 2022 года. Но при этом все исходят из того, что вакцина будет изобретена, создана, и что все карантинные ограничения будут сняты. Ну, причем где-то вот уже в конце этого, в начале следующего года. Но, честно говоря, вот у меня эта гипотеза, она очень, как это, знаете, желаемая, но мы выдаем желаемое за действительное. Потому что пока нет никаких подтверждений того, что вакцина, ну, хотя бы близко к тому, чтобы была создана. Вот там вакцину против СПИДа создают уже 40 лет и никак создать не могут. Поэтому вот если действительно там все карантинные ограничения будут сняты в конце, ну, в начале следующего года, давайте скажем так, в первом квартале следующего года, то можно хорошо, например, предположить, что, скажем, летом 2021 года туристический сезон в Юрмале будет, ну, работать на полный 100%. То есть вот ровно сколько там, ну, примерно столько же, сколько людей приезжало в 2019 году, столько же приедет в 2021. И что рестораны будут работать, гостиницы будут заполнены, отдыхающие будут там ходить по песчаным пляжам, наслаждаться прекрасным балтийским песком и солнцем. Да? А предположим, что вакцина не будет найдена. Не создана, да? Предположим, что какие-то карантинные ограничения будут сохраняться. И люди будут меньше летать, люди будут меньше ездить в гостиницы, рестораны будут работать, но и будут говорить, вы знаете, у вас там мест может быть не 150, как было в 2019 году, а только 50. И это означает, что ресторан становится убыточным. И вот там, а в кинотеатры можно продавать там билет через три места на четвертое. Ну, да, там на концерты массовые вообще запрещаем. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. И вот понять, по какому из сценариев пойдет жизнь на планете Земля, мы сегодня не знаем, не можем сказать. Нам, конечно, хочется, чтобы вакцина была создана, нам, конечно, хочется, чтобы все ограничения были сняты. И пока все на это надеются. Но вот мне кажется, что однозначного ответа на этот вопрос, как будет развиваться ситуация, как долго это продлится, невозможно. Дмитрий спрашивает у вас... Да, ну извините, извините, может еще... Да, пожалуйста. Я хотел еще забыл одну мысль сказать. Значит, вот, действительно, когда кризис начинался, я говорил о том, что механика кризиса и то, что происходит, похоже, с одной стороны, на Великую депрессию, а с другой стороны, на перестройку экономики в военное время, вот, но надо отдать должное, да, что все-таки, скажем так, профессиональные экономисты, работающие в правительственных структурах Америки, Европы, Канады, Австралии, Японии, даже Китая, они, в общем, многому научились после Великой депрессии, хорошо изучили основные ошибки, которые были сделаны в то время. И вот те меры, которые предпринят, такая мощная накачка деньгами со стороны центральных банков, мощная накачка экономики бюджетными деньгами, она, в общем, сыграла свою роль с тем, чтобы последствия кризиса, последствия экономического спада оказались, ну, как-то, нивелированы, да, чтобы все эти меры оказали сильное противодействие. Поэтому сегодня, ну, говорить о том, что может быть что-то напоминающее Великую депрессию по продолжительности падения, по такой тяжелой ситуации, ну, конечно, уже невозможно. Ну, вот вопрос от Дмитрия, спрашивает он у вас, будет ли доллар по 90 и когда? И будет ли вообще? Послушайте, значит, вот если вы меня спрашиваете, будет ли доллар по 90, ответ – да, будет. Когда – не знаю. хорошее дело. Вот, потому что, ну, нет, ну, правда, вот, знаете, как это вопрос, когда будет долг, доллар может стоить 90 копеек? Нет, не может. А доллар может стоить 90 рублей? Да, может. Вот если посмотреть, что доллар когда-то стоил там 6 рублей, потом 20 рублей, потом 30, потом 50, потом 60, а сейчас уже 70, ну, в общем, 90 рублей – это вопрос времени, да, и для этого там нужно, ну, я даже могу сказать, да, там нужно очередной виток падения цен на нефть. Ну, то есть, вот не нынешний виток, да, я думаю, что все-таки вот сейчас как-то, опять, в силу того, что этот кризис был, экономическая рецессия, связана с, ну, как сказать, с эпидемией, да, в общем, внутренних экономических факторов для серьезного кризиса вроде бы пока не набралось. Да, я думаю, что вот в этот виток снижения цен на нефть отметки 90 мы не достигнем. Но там, не знаю, через 3, 4, 5, 6 лет случится новое падение цен на нефть в силу каких-то факторов. Я думаю, что вот на том падении доллар вполне может стоить 90. А может ли повторить эта история с отрицательными показателями цен на нефть? Ну, через 5-6 лет, как вы сказали, в такая историческая была падение. Подождите, смотрите, теоретически может. Теоретически может, потому что, ну, это очень специфический финансовый инструмент, да, вот цены, по которым были зафиксированы в отрицательной величине, это поставки, фьючерсные контракты на поставку нефти 15-го, что там, апреля, или 20-го апреля, не помню точно, да, нефтехранилище в Кушинге, штата Аклорума. Вот при этом, если вы посмотрите на котировки нефти Брент, она там была 20 долларов с чем-то, да, на котировки нефти Юрлс, российская, она тоже была где-то на том же уровне около 20. Ближневосточная нефть тоже стоила там порядка 20. Ну, то есть, вот это очень специфический финансовый инструмент, да, и вот так сложились звезды, что называется, да, что вот именно по этому финансовому инструменту зафиксирована такая вот странная цена. Я думаю, что это скорее исключение не правила и точно совершенно, ну, даже если это повторится, ну, из этого ничего не следует, да, вот, то есть, грубо говоря, мир не перевернется и нефть точно так же будет востребована мировой экономикой. Мы благодарим вас, что вы нашли время и вышли в наш прямой эфир. Спасибо вам.